Каждый пришел со своими лекарствами, срок в муси которых истекал в январе. Илюи, и таблеточки, и мазь, и стол накрыли, роскошные. И в отбой курантов за здоровье присутствующих все это приняли. Отшелись на вторые сутки. Зато не что вспомнить. Жаль нечем. Мотылёк, мотылёк живет один день. Естественно, все расписано по минутам. Даже у лампочки подвасываться перед смертью успеет. Черепапа живет в столье, тут спешить не буду. Вот успевать бы везде, как мотылёк, но жить при этом долго, как черепапа. Говорят, живые встречаются, помесь, мотылька с черепапой. Тузельцы зовут сверка мотыпапа. Барсен криктит, матерится, не переставая. Его или ее можно понять. Взять им мотыпапа успевает практически все, как мотылёк. Но как подумают, что так пока найдется сто лет. Пожилая актриса смотрит по телевизору старый фильм, где она молодая. Ничего со мной воды не делают. Такая же страшная, как и была. Перед фотоаппаратом детечка всегда улыбается. Они верят, что вылетит птичка. Взрослые знания, какая птичка ниоткуда не вылетит. Поэтому видно на фотографиях безнадёжные. Японцы придумали фотоаппарат с вылетающей птичкой. Наши довели его до ума. Кто не лупнулся, птичка того плюёт в лоб. А я думаю, на борт в лоб все коротуши. Так что за? Ну вот, практически и всё. Постудила первая записка. Надеюсь, последняя. Не знаю, не знаю. Я надеюсь, что мы как-нибудь сейчас вас раскрытим на ответы. Жанна Семен-Тадович, мысленные девушки, очень любимое же творчество. Когда я могу взять у вас автор, его автор, его автор, надо заждеть. Ну что же, его автор. Можно, подождите. Мне сказали, я принёс 9 книг. Подарочные издания, не дешёвые. Не хотите, не берите. И вам надо не относиться. Может подойдите, взять автор. Девуши, девуши, тем более. Ну такие серьёзные записки пошли. Следующий записок. Ух ты. Лет 25 назад я была на концерте, где у вас было первое отделение. Вы были на разогретую разумбауму. Второе тебе не понравилось меньше, чем первое. Тогда я сидела дальше от вас, чем сегодня. Может быть, поэтому мне кажется, что вы совсем не изменились. И волос тот же. Может быть, стоит уже раскрыть себе. Истекание молодости и позитива. Спасибо. Это была смешная история, кстати. Мы действительно, это я когда-то раз приезжаю на Макабрашке, то, которое было, мы с Сашей работали по этой отделению. Тогда нужно было дариться право на первые, какие-то были сложные. Короче, всегда я действительно работал в первой отделении. А Саша работал в второй. А тут что-то ему надо было куда-то лежать. Может, вы помните, Росанова Натя. Вот. Девушка Росанова Натя. Да. Вот. Она была такая символичная в теле девушка, которая вот она выходила, объявляла меня, потом объявляла его. И она еще как-то успевала выпивать немножко, чтобы легче все это произносить. И она началась на автопилоте. Она привыкла, что я работаю первым. А ты и Саша работал. А он сказал «Всего доброго, дорогие товарищи». И народ начал упрекать. Потом она протрезвела. Вот, если говорят, что так быстро люди трезвели. Вроде, сференцию, расхожное тело не закрыла дверь, сказал «Всем надо, айтоп». Я хочу сказать, что Александр Яковлевич собирался сегодня сюда прийти. Но печальное событие. Он сегодня на поминках вот забыл, я, к сожалению, имею фамилию человека, которого сегодня поминают. Но у меня, кстати, тоже есть небольшая история, связанная с этим именем. Когда я впервые готовилась к интервью с Сергеем Никитином, я не знала его отчества. Вот, к своему стыду, всегда жаловарясь Сергеем Никитином. Никто никогда его по отчеству, но, по крайней мере, все время не называл. И, значит, я узнала, что отчество у него оказывается Яковлевич. И я долго, значит, по пути на это интервью, чтобы не забыть такое необычное отчество, я его повторяла, повторяла, и когда включили камеры, я взяла микрофон и сказала «Здравствуйте, Александр Яковлевич». И он добавил «Разумбаум». И поэтому я вот уже с улыбкой иногда вспоминаю эти истории. Мы готовы выслушать ваши вопросы. Да пока. Кто готов поднять руку? Есть вопросы. Ура! Я прямо чувствую, что человек идет на рекорд. Может, раз он получил приятный человек за лучший вопрос? Сейчас продолжим, Дарья. Я хотела спросить, нет, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к марковским, петербургским котам? Я-то не мне отношусь, может, так видеть сейчас, но как вы еще? Ну, я ничего против не имею. Это нормальное совершение явления, потому что люди все-таки как-то более вскрывают свои чувства, и это не сильно хорошо. А коты, вот все, что у них на душе, вот все и слышно. Они искренние существа. Я не знаю, что люди должны себя так вести, но раз они взвыли, даже не знают. Я не поверю, что у людей, сидящих за этим столом, это самый творческий стол. Я хочу подарить чашечку чая уже у нас. Чашечку вам как раз с этими самыми петербургскими котами. Спасибо. Спасибо, большая история. История, спасибо. А я вот подхожу к этому столику, но не может быть, чтобы эти люди не задали какого-нибудь гарантийного вопроса. Борис, давайте мы с вами. Не надо им навредничать, они сидят, а мы тут приниматели. А им ничего не видно у нас и слышно. Светлана Борисович, но такой вопрос может быть, он и не в тему серьезнее, а мы работали с Аркадием Райковым. И он человек-то непростой, наверное. Может, есть какие-то такие, какие-то истории связанные с этим? Так, понял, отвечаю. Ну, как говорится, все в жизни звучит тогда, когда должно звучиться, поскольку поздно, относительно поздно встретился с этим великим артистом, когда у нас же был не в лучшем фоне, но все равно был человек легенды. Я иногда везде видел какие-то совершенно фантастические вещи. Я помню, мы сидели в Москве, в улице Горького, я забыл, как этот переводчик называть, он сидел в кресле, абсолютно такой принявший форму кресла, тихим голосом он очень трамонировал, он его рукой, он право ее придерживал и тихо рассказывал какой-то оригинал. Я уже его не помню, но что-то речь шла о том, как человек ходит в помещение, что-то раздевается, потом... И вдруг я себя ловлю на том, глядя в эти огромные темные глаза, что я вижу, как человек снял шляпу, кинул, она полетела по весам на крючке, как человек снял тул, ее расправил пальцы, просто какая-то была в Антасмагуре, то есть магия перевоплощения была фантастической, даже в таком возрасте. Как в сказке про кота в сапогах, я думаю, Аркадий Александрович мог превратиться, при желании, в мышку, кота в правоходной, женщины тоже бы забежали. То есть мастерство было какое-то запретение, если вы решили. И поскольку он был действительно уже очень хрупок, если так можно сказать, я ни в коем случае не обвиняю детей, и Катя, и Костя не так часто появлялись дома, в Марковной, она была после инсульта. И я достаточно много гулял с ним, я выводил его на улицу, он держался за меня, и он тихим голосом что-то рассказывал. Если я не был бы идиотом, надо было прийти, ну хотя бы для себя, ну записать. Масса интересных, точных, смешных, грунтных фильмов. Ничего. А только вот единственное, я помню, я действительно это рассказываю, поскольку вот эта сдача этого спектакля, у Аркадия Александровича уже был определенный ритм, он целый день. Я еще помню, когда я его читал, вот там какие-то миниатюры, я приходил, он говорит, читай. И ложился на диван. Я читаю. Если он смеялся безвучно, если диван начинал трястись, значит смешно. Если диван не трясся, значит надо было еще поработать. Короче говоря, он в течение дня вот много лежал, мало говорил, и все, копил к вечеру, когда он выходил из зала, я помню, до как Горького, при его появлении в зал вставал, в те годы, и минут пять была авация, просто за сам факт появления этого человека на сцене. И мы прощали, когда он ошибался, там потал слова, это уже было неважно. Вот это назначение спектакля, она была 12 дня, это не его время, какой-то голодный, говорит, скульптуры, пустой, голодный зал, печь о комиссии, с такими оловянными глазами, седая в первом году, вот надо играть в текст, который в принципе рассчитан на сверху, никого с этого нет, тишина, холодно, он начал слиться, путать слова, и я сделал первый прибор с этим текстом, и произносил в Горького тишине отвратительные, действительно, слова. Все это кончилось, в моем уходе встает черный волк, Костя, который уже принимал участие в этом спектакле, и Аркадий Александрович, как он убил, глядя этими темными глазами, сфу с меня, говорит Костя, Костя, ты знаешь, худшую программу у меня в жизни не было. Я вернулся в гостиницу, выпил много водки, не помогло. Через две недели премьера в Заве России, полный зал, море цветов, восторженный прием, стоим за кулисами, Аркадий Александрович же, глядя на меня, крови Костя. Костя лучшего спектакля у меня в жизни не было. Я вернулся в гостиницу, а тот выпил водки, но они уже будут совершенно другой в Косте.